Доброе утро! В эфире Анфас в студии Николай Анисимов. В Беларуси отмечают профессиональный праздник – День десантников и сил специальных операций. В нынешнем году торжества проходят с особым размахом. Крылатой пехоте 90 лет. Мои коллеги побывали в гостях у армейской элиты и выяснили, чем живут войска в голубых беретах. От борьбы с террористами до миротворческих операций в зоне вооруженного конфликта самую опасную и сложную работу берут на себя именно ССО. Силы специальных операций в воздухе, на земле, на воде и даже под водой – это элита армии. Те, кто всегда в авангарде. Те, кто способен достичь цели, несмотря на преграды. Каждый день они живут, чтобы на деле подтверждать девиз. В любом месте, в любое время, любые задачи. История воздушно-десантных войск берет отчет со 2 августа 1930 года, когда впервые во время тактических учений под Воронежем с парашютом высадились 12 человек. Первое массовое десантирование было проведено на территории Беларуси, на учении военного округа, когда под куполами парашютов спустились около 3000 бойцов. Первое, как таковое, боевое применение воздушно-десантных войск можно отнести к 1939 году, к событиям у реки Халхингол. Там участвовала 212-я воздушно-десантная бригада. После Халхингола воздушно-десантные подразделения применялись в финскую войну, как стрелковые части, а, конечно, в Великую Отечественную войну. Вяземская воздушно-десантная операция, Днепровская операция. Во всех крупномасштабных операциях Советского Союза воздушно-десантные войска применялись в обязательном порядке. Во время Великой Отечественной десантники зачастую выполняли роль пехотных частей. Полностью раскрыть потенциал гвардейцев уже после войны смог генерал Василий Маргелов. С его приходом десантники значительно усилили свою огневую мощь и мобильность, облачились в броню, получили на вооружение уникальную технику. Опять же, с подачи Маргелова появились знаменитые голубые береты и тельняшки. Уже понимали, что такое массовой войны, когда 10 фронтов стоят друг против друга, не будет. И надо было понимать, что будут идти внезапные действия, рейдовые действия. Командующий выдвинул эту идею переработки. Десантирование нужно с техникой, чтобы люди имели огневую мощь, чтобы люди были закрыты броней, пошли новые средства, зенитчикам были даны средства, были даны артиллерийские системы. Поэтому то, что Василий Филиппович просчитал на 20 лет вперед, обосновал и доказал по применяемости, вот это его основная заслуга. Ну и человек гениальный. Вот он способен, мы говорим, роль личности в истории. Вот этот человек, который по-другому поднял рот войск и по-другому его повел вперед. Подготовка десантников и их умения в считанные часы оказаться в любой точке планеты остро потребовались в 1979-м. Тогда 8 тысяч десантников и 900 единиц боевой техники за двое суток были переброшены в Кабул. Те каноны, которые прописаны в боевых уставах, в частности для общевойсковых подразделений, где были определенные нормативы в оборонительном бою, наступательном бою, они в Афганистане вообще не применялись. То есть там больше шли на поисковые действия, разведывательно-поисковые, охранные действия. Получалось, что люди приходили в Афганистан и сталкивались совершенно с другим применением подразделений. Нас готовили к стрельбе по реальному противнику, который имел какую-то структуру. А в результате доходило до того, что мы стреляли по одному стреляющему пулемету, допустим. Но это тоже была цель, потому что она стреляла в наших солдат. В горах Гиндукуша голубые береты действовали на самых опасных направлениях. Уничтожали караваны боевиков, охраняли аэродромы, сопровождали колонны техники. Когда огромной страны не стало, задачи пришлось корректировать. Особенности в подготовке нового для Беларуси военного организма были продиктованы оборонной доктриной страны и современными мировыми реалиями, связанными с борьбой с терроризмом и диверсионно-разведывательными группами. Сначала ВДВ переформировали в мобильные силы, затем — силы специальных операций. Сегодня это самостоятельный и полностью автономный род войск с командованием и тремя бригадами — Брестской десантно-штурмовой, Витебской воздушно-десантной и бригадой спецназа в Марьиной Горке. Опыт локальных войн, вооруженных конфликтов говорит о том, что сегодня все угрозы, они носят в своей основе гибридный характер. И именно силы специальных операций, как и никакой другой компонент вооруженных сил, способны противостать подобному характеру угрозы. Силы спецопераций вобрали в себя лучшие традиции легендарных воздушно-десантных войск. Служить здесь стремятся почти 90% призывников. Очередь из желающих, как и десятилетия назад, не редеет. Однако встать в строй еще не значит стать десантником. Чтобы надеть голубой берет и тельняшку, каждый проходит проверку огнем и небом. Неизменный элемент снаряжения крылатой пехоты – парашют. Под куполом и рождается настоящий десантник. Это первое испытание, которое закаляет не только тело, но и дух бойца. В первую очередь ты борешься сам с собой. Ты понимаешь, что у тебя сработает парашютная система. Ты понимаешь, что ты будешь делать в воздухе. Ты понимаешь, как ты будешь приземляться. Но переломать самого себя – это очень тяжело. И вот те люди, которые себя побороли, они вот и становятся настоящими десантниками. Любой прыжок – это риск. Ведь осознанно бросится с высоты 600 метров в шаг, который говорит сам за себя. Впрочем, вся их работа так или иначе связана с опасностью. С тем, чтобы уметь справляться с волнением и преодолевать страх. Силы специальных операций готовят уникальных специалистов. Каждый боец и командир – это профессионал во многих областях, который способен мастерски анализировать ситуации и принимать решения. Владение различным оружием возведено в ранг искусства. Не проблема поднять в небо беспилотник или пилотируемый аппарат. Не говоря уже о профессиональном вождении автомобильной и бронетанковой техники. Причем не только отечественной, но и зарубежной. Важны и узкие специалисты. К примеру, боевые пловцы – их единицы. Но они способны выполнить любую задачу, связанную с водной стихией. Десантники – народ всепогодный и круглосуточного применения. Посему почти 90% учебного времени отводится практическим занятиям. Это положение соблюдается неукоснительно. Подготовка, на что мы основываемся, – это в первую очередь методы подготовки не только наших вооруженных сил, но и сил зарубежных государств. Ведь обращая внимание на страны и армии, которые воюют, мы можем почерпнуть именно то необходимое, что нам немного не хватает. Мы готовим своих бойцов именно к тому, что им необходимо именно на войне. И не делаем никаких поблажек на погодные условия, день, ночь. Всегда наши бойцы выполняют задачи, приближенные именно к боевым действиям. Бойцы осваивают инженерное дело, учатся работать на высотных объектах, штурмовать здания, нарабатывают приемы тактической стрельбы. Владеть оружием учат не только из различных положений на время, но и с двух рук. Уже через полгода службы не имеет значения, правша ты или левша. Это называется «довести навык до автоматизма». В физиологии принято считать, что для этого необходимо 5000 повторений. Мы основные усилия как раз-таки сосредачиваем на том, чтобы военнослужащий смог принять нормальное, разумное, грамотное решение для того, чтобы одержать победу над противником. И если он достаточно хорошо знает свое оружие, знает, как действовать в той или иной обстановке, и при всем при этом он еще просчитал действия противника, соответственно, путь победы становится гораздо короче. Внедрение инновационных методик в обучении позволяет повысить выносливость бойцов. Эффективность подготовки подтверждается учениями и состязаниями профессионального мастерства. Уже несколько лет белорусские команды, в том числе состоящие из солдат срочной службы, на равных противостоят профессиональным сборным на международных турнирах снайперских пар и групп спецназа. Возьмем «Полярную звезду», проводимую в 2019 году на полигоне Бреска. Вне зачета шла наша команда солдатского отряда специального назначения. Так вот, наши солдатики при совершении марша на 30 километров превзошли результат двух команд, которые принимали участие именно в зачете. Это говорит уже о многом, потому что именно на этих соревнованиях люди показывают наилучшие результаты и выкладываются по полному. Ежегодно программа подобных турниров корректируется, как правило, в сторону ужесточения нормативов и требований создания максимально сложной обстановки. Цель – приблизить условия обучения к особенностям современных конфликтов. На фоне сценариев и в реальной жизни строятся и замыслы учений, в том числе международных, с партнерами из стран ближнего и дальнего зарубежья. На счету белорусских десантников тренировки в Армении и Уф-Бекистане, Китае и Катаре на Северном полюсе. Стрельбы, поисковые и штурмовые действия, освобождение заложников, многокилометровые марши пешим порядком и на технике. Плечом к плечу, преодолевая все трудности и препятствия, голубые береты стремятся перенять лучшее и поделиться опытом с коллегами. Учения позволяют практически, что без потерь, без вот того кровавого боевого опыта приходить к той практике, к тому уровню подготовки, к профессионализму, который зачастую многие вооруженные силы, многие армии, они добиваются с одной большой потерь. Анализ маневров позволяет своевременно корректировать программы подготовки, совершенствовать инфраструктуру учебных баз, моделировать облик подразделений на перспективу, в том числе по оснащению современными образцами вооружения и военной техники. В настоящий момент на вооружении силы специальных операций, именно в моей бригаде, находится наиболее современное оружие, которое сейчас есть в мире. К оружию предъявляется максимальное требование. Особое внимание уделяется развитию снайперского дела, оптики, средств связи, радиоэлектронной борьбы. Все данные компоненты находятся на вооружении сборок специального значения при выполнении поставленной задачи. В свое время разработкой оружия для подразделений «Голубых беретов» занимались конструкторские бюро по всему Советскому Союзу. Сегодня в интересах СССР работает отечественный военно-промышленный комплекс. С его помощью у десантников появились бронеавтомобили «Кайман», модернизированные бронетранспортеры БТР-70, современные системы связи. Техника должна соответствовать современным и перспективным требованиям. Учитывая специфику наших действий, выполнение силами специальных операций и определенных задач, наш военно-промышленный комитет разрабатывает образцы и модернизирует их именно под силы специальных операций, то есть под выполнение определенных задач. Нельзя сказать, что СССР только там, где без силы и оружия не обойтись. На их плечах — поддержание мира. Вот уже несколько лет в составе сил спецопераций действует уникальное подразделение — миротворческая рота. У них есть своя программа боевой подготовки, которая учитывает особенности выполнения задач как в рамках Организации Объединенных Наций, Миротворческих сил, Организации Договора, Коллективной Безопасности и других международных организаций. Особенности применения оружия и силы военнослужащими при выполнении задач за пределами Республики Беларусь. То есть любая ошибка, сделанная военнослужащими при выполнении задач, неправильное применение оружия, силы может привести к срыву всей операции в целом, операции по держанию мира. То есть любой действовав на суще, он как дипломат. Десантники, как никто, гордятся принадлежностью к своему роду войск. Бывших среди них не бывает. Как говорят сами голубые береты, десантное братство — единица не физиологическая. Это целая философия. А потому даже спустя многие годы после службы они всегда держатся вместе. Готовы прийти на помощь тем, кто слабее и никогда не сдаются. Главный принцип у нас не «делай, как я сказал», а «делай, как я». Или «гвардия вперед», «гвардия за мной». Вот тогда, когда они заходят все в борт и первым совершают прыжок военнослужащий, либо Саша, либо их непосредственный командир, командир взвода, командир роты, командир бригады, тогда молодой человек, психологический, уже настроенный, готов к этому шагу в небо. Когда ты идешь на десантирование, кто ты? Генерал, полковник, подполковник, солдат. Они все в этом борту одинаковые, все понимают, что они делают и как рискуют. И вот это вот сближение, вот это понимание, что такое небо, насколько с этим небом нельзя шутить и надо здесь быть готовым, вот это оно где-то сплачивает людей и оно выделяет их над всеми. Что мы можем вот это, вон там парить, наслаждаться вот этой прелестью своей земли, а потом выполнять задачу. И вот это объединяет их всем. Именно любовь к небу, способность приступить к выполнению задачи, как мы говорим, с небес на землю и в бой, да? Вот это, если есть человек, это понял, то он остается в десанте. Правоприемники воздушно-десантных войск, подразделения сил специальных операций имеют передовое вооружение и экипировку, но, пожалуй, главное достояние ССО – люди. Бойцы и командиры, которые каждый день доказывают, невыполнимых задач не существует. Следите за актуальными армейскими новостями на сайте воентв.мил.бай и подписывайтесь на наш канал в YouTube. На сегодня это все. Вы смотрели Анфас. С вами был Николай Анисимов. Мирного неба вам и до встречи на канале СТВ. 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 СТВ.